Здравствуйте! Пациенты, особенно с сахарным диабетом, излишней массы тела, очень тяжело переносят заболевания, крайне тяжелая степень повреждения легких, очень выраженная одышка, очень плохо поддаются системе вентиляции. Коронавирус и сахарный диабет. Иногда это сочетание смертельное. И диабетики часто оказываются здесь, в ковидных реанимациях. Кстати, за 10 лет в крае выросло количество диабетиков аж на 30%. В этом виноват образ жизни и питания. Чаще диагноз выявляют у женщин. Сегодня в крае живут около 98 тысяч человек, больных диабетом. Примерно столько же жители региона еще даже не догадываются о своем диагнозе, говорят врачи. Также диабет выявлен почти у тысячи детей. Кстати, по самым скромным оценкам, в ковидных госпиталях края скончались более 100 человек с диабетом. И эту статистику еще считают неполной. Очень высокий уровень гликемии. 30-40 ммл, который не отвечает на такие обычные дозы инсулина. Требуются огромные дозы инсулина для того, чтобы скорректировать показатели углеводного обмена. И даже если до заражения человек не встречался с диабетом, коронавирус может преподнести сюрпризы. Появились такие случаи, что после перенесенной коронавирусной инфекции возникает сахарный диабет. Это может быть либо непосредственное повреждение вирусом клеток поджелудочной железы с развитием сахарного диабета первого типа. У людей, предрасположенных к сахарному диабету второго типа, это может быть просто провокацией дебюта невыявленного сахарного диабета. При первых симптомах простуды диабетикам необходимо чаще проверять сахар в крови. Также чаще есть, но маленькими порциями, пить воду как можно чаще и связаться с врачом, ведь высокая температура может повысить глюкозу в крови, понадобится коррекция лечения и как можно скорее. Кстати, также вы можете получить экстренную консультацию по телефону, которую видите на своих экранах. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.